Первый сезон Fallout только что вышел на Amazon Prime, это последняя видеоигра, ставшая телесериалом. Недавно мы получили The Last of Us, Halo, Twisted Metal и вот эту. Где же она в рейтинге этих шоу? Однозначно она стоит в начале списка благодаря захватывающей истории. Вообще-то в основе у нее несколько историй, отличный поворот в конце и персонажи, к которым вы действительно привязываетесь и которым болеете. Перейдем к видео и разберем все, что можно вынести из шоу. Вот разъяснение концовки Fallout. Обратите внимание, этот видеоролик содержит спойлеры. Разъясняем концовку. Концовку этого шоу можно связать с фразой, сказанной в шестом эпизоде шоу. Конец света — это продукт. С тревоженной словами. Единственное, что давало Волтеку надежду на процветание — это ожидание войны и ядерной катастрофы в стране. Мы увидели это в первые моменты первого эпизода. Сначала нам заставили поверить, что Молдава была плохим парнем, но она оказалась сопротивлением, знала секреты, которые скрывала Волттек. Как и Куб, ей было несколько сотен лет, она была лидером Голливуд Форевер — организации, которая готовилась взорвать Волттек. Однако теперь принадлежала новой Калифорнийской республике и хотела голову Уилсига за его холодный синтез. Имея доступ к холодному синтезу, она могла наполнить город энергией, который стал пустыней в течение последних сотен лет, что могло изменить условия для выживших на поверхности Земли. Они вырвутся из темного века и продвинуться в следующий развитый период. Это была единственная причина, по которой она хотела, чтобы Хэнк, отец Люси, был заложником. Потому что единственный способ, которым холодный ядерный синтез мог быть активирован когда-то, был доверенным сотрудником Волттек. Во время воспоминаний Хэнк был просто помощник Барб, так что он, должно быть, быстро поднялся по карьерной лестнице времени, чтобы получить доступ к секретным кодам. В концовке мы также узнали, что Хэнк был единственным человеком, который был ответственен за разрушения, которые были вызваны на Shady Sands. Роуз, жена Хэнка и мать Люси узнали правду о прошлом Хэнка и о том, что он не родился в убежище, как он говорил, и что он был связан с Волтайна, с Волтек. Поэтому, после этого открытия, она взяла Люси и ее брата Норма и захотела жить на Земле. Это означало, что солнце, которое, по словам Люси, она когда-то чувствовала на своей коже, когда была моложе, которая, как она думала, находилась внутри убежища. На самом деле, было солнцем, палящим на нее. Роуз отказалась возвращаться в убежище. Хэнк уничтожил Shady Sands. Город разрушен. Все тридцать тыс подверглись влиянию. Волттек имеет полное право уничтожить всех над землей, создать идеальное население, которое будут контролировать. Люси обнаружила это, обратилась против отца, осознав, что вся ее жизнь была ложью. Волттек враг. Начальные бомбы сброшены для продажи их продукта. Больше ста убежищ по стране допускают, что заинтересованные стороны могут, по сути, играть в бога с людьми в убежище. Поэтому убежище 4 так отличается от убежища 33, каждое из которых было экспериментом. Кроме убежища 31, где замороженные тела в важных капсулах, в Волттеке, сохраняются до безопасного всплытия. Время и управление были мощнейшее оружие, так что суметь удержать умы людей, которые планировали. Все это было жизненно важно для выживания планету, а затем превратить ее в мир, каким они хотели ее видеть. Ни одно из других убежищ не имело для них значения. Люди в них были, по сути, лабораторными крысами, и для них это было способом заработать деньги. В кульминационный момент эпизода «Куб» положил глаз на Хэнка впервые за сотни лет и задал ему вопрос о том, где находится его семья. Показала нам, что Барб и Джейни на самом деле все еще были живы через 200 лет после катастрофы, которая произошла, было запланировано. Это заставляет меня задаться вопросом, действительно ли Барб является тем человеком, к которому Хэнк пришел ближе к концу. Давайте вспомним, что именно ей пришла в голову идея сбросить бомбу на Штаты, создав впечатление, что им была объявлена война. Учитывая, что Хэнк прибывает в Нью-Вегас в самом конце сезона, может ли Барб быть там? Это то, что мы должны будем подождать до второго сезона. Лично я чувствую, что она могла бы. Она могла быть тем, о ком говорил Куб. Вот было бы заготовком. Путешествие Норма было искуплением и ростом. Норма был не заинтересован в убежище. Норма не был счастлив, не мотивирован перед вторжением. Он прятался, когда убивали друзей. Это было то, что устремлено в него долго. И он ощущал это. Когда Чета призвали в убежище 32, он называл его трусом, потому что тот ничего не сделал по поводу того, что они оба увидели. Людей, которых убили и резали там. Вот почему Норм всерьез занялся вопросом, чтобы внести разницу и выяснить, что происходит между убежищами 31, 32 и 33. Единственное, что привлекало Норма – компьютеры. Вот так он взломал компьютер начальника убежища 33, связался с начальником убежища 31 и устроил встречу. Оказавшись в убежище 31, он увидел капсулы с людьми, замороженными 200 лет назад, и понял, что всю свою жизнь он жил в лжи и тщете. Он был просто частью эксперимента какого-то сноба, играющего в бога. Тем не менее, оказавшись в ловушке убежища 31 и, возможно, намереваясь войти в капсулю отца, чтобы выжить все это время, он теперь был полная противоположность трусу из первого эпизода. Он преобразился, став совершенно другим. Интересно, что это значит для его судьбы. Чтобы выжить, ему придется забраться в одну из этих капсул. Значит ли это, что его не будет в следующем сезоне и он появится только когда убежище 31 всплывет? Возможно. Преображение Люси. Люси – главная героиня сериала. Ее история хорошо описывается словами Уилли Зига из второго эпизода. Он спросил, будешь ли ты хотеть то же самое, когда станешь другим существом? Это он сказал в первую ночь ее пребывания в пустоши, когда она была наивна и не умела функционировать вне убежища. Она никогда не убивала, была вежливо и следовала золотому правилу. Поэтому, встретившись с людьми с поверхности, она была как инопланетянка в беззаконном мире. За шоу она и убивала, и кислотой плеснула, и мать родную пришила, когда узнала, что это та гуля, что считай обернулась и сидела на столе рядом с Молдавой. Думаю, она это сделала из милосердия, понимая, что ее матушку пришьют братцы, когда явятся. Люси заботилась об отце, потому и пошла его спасать. Бросилась в неизведанное ради него, а толку. Вся ее жизнь была бредом, и после того, как она побывала на поверхности, прошла через то, что прошла, типа нашла любовь, увидела другую яму, убежище 4, как странное место, и стала уже привычным жителем. Она была уже не тот зверек и хотела другого. Потому и свалила скупом под занавес, добраться до того, кто был за рулем той чертовщины, что развернулась у них на глазах. Увидеть их вместе в конце, зная начало отношений, хороший ход для персонажей. Она больше напоминала купа, а не отца, и я думал, что это отличный путь для них. Максимус добился цели. Максимус мечтал стать рыцарем братства с молодых лет. Мы видели, как его спасли после бомбардировки Шейди Сэнс, с тех пор он нашел дом в братстве, мечтая стать героем, который когда-то стоял перед ним. Но встреча с Люси, понимание жизни в хранилище, осознание места, которое обособлено от смерти и разрушения, заставило его этого хотеть. Однако в конце, когда Макс проснулся после того, как его ударил отец Люси, в комнату вошло братство, и Дейн заявил, что убил полководца. Молдавия, в результате которой его всем провозгласили рыцарем Максимусом, чего он всегда хотел, но приоритеты изменились. Он видел братство как орден, который властвовал железной рукой, и хотел удержать власть над пустошью, как и все остальные. Об этом стало известно, когда Квинтус сказал, что хочет править поверхностью. Теперь у братства есть холодная фузия и возможность обеспечить городом энергию. Это то, что они предположительно будут использовать в свою пользу, и как левер для контроля над проживающими там людьми. Что означает, что они держат больше власти, чем можно было предположить. Мне кажется, что первый сезон Fallout был действительно хорошим. Это удивило меня, насколько хорошо сделан. После вступления, основываясь на том, как были уронены бомбы, похоже, это что-то хорошее, это сразу привлекло меня. От визуальных эффектов до дизайна декораций, грима, сценария и подачи персонажей, он просто выполнил все, что хотел и должен был сделать, чтобы сделать. Это убедительно и захватывающе. Моим любимым персонажем в сериале, безусловно, был Куб. Мне очень нравилось ходить туда-сюда между временными периодами и наблюдать, как ухудшаются его отношения, а также видеть состояние мира в то время. Кроме того, увидев все это, мы также смогли понять, почему он вел себя так, а не иначе, и какие черты характера у него были. Он был свидетелем гибели и разрушения мира глазами и ушами человека, которого любил больше всего на свете. Его характер был таким сложным и противоречивым, и мне это в нем нравилось. Кроме того, он был абсолютным задирой, и его высокомерие было просто забавно наблюдать. Еще одна вещь, которая мне понравилась в этом шоу, это выбор песен, которые будут звучать на заднем плане. Казалось-те, что все они... Исключительно между 30-ми и 50-ми годами, и ощущение военного и послевоенного времени было очень сильно. Хотя действо происходило не в тот же период, а почти 300 лет спустя песни задавали настроение. Выглядит так, что выйдет второй сезон шоу. Должно быть так, верно. Мне кажется, что давно не было хороших восьмими серийных шоу, выходящих одновременно. Единственное, чего бы я хотел, это выпущенные эпизоды еженедельно. Я думаю, рост ажиотажа бы пошел на пользу. Но это не то, что можно отменить. Мы просто должны ждать и смотреть, как успешно шоу пройдет, прежде чем будет подтвержден второй сезон. Так вы понимаете, конец Fallout. Как всегда, спасибо за просмотр видео и до следующего.